Привет, YouTube! В сторону все шутки. Сегодня наш стол полностью завален фитнес-трекерами, и мы будем их тестить. Итак, сегодня на тесте. Маленький простенький Xiaomi Mi Band, BS20 Bionic, Fitbit Charge HR, Sony SWR30 и Sony Smart Band 2. Я выделил основные категории, по которым мы будем изучать наши фитнес-браслеты. Во-первых, это, конечно же, внешность, функциональность, надежность, защита, степень защиты, комплектация, универсальность зарядок. И софт. Ну, короче, о всем по порядку. Понеслась. Итак, первый это Xiaomi Mi Band. Данный трекер самый простой. На корпусе есть три световых индикатора, которые показывают по одному делению выполнение вашего плана на день. Ремешок достаточно такой упругий, надежный. Я думаю, что порвать его будет непросто. На руке крепится легко. Как видите, зарядка не универсальная, зарядка своя индивидуальная, такая себе док-станция. Подключается вот таким вот образом. Тут два контакта соединяются и любой USB. Время работы этого трекера порядка 30 дней без подзарядки. Ну, это, наверное, максимум, потому что у нас не было так много времени, чтобы его полностью протестить. За пять дней заряд истощился процентов на 20. Что касается степени защищенности. Это стандарт IP67, который предполагает защиту от пыли, от брызг. Шаги он меряет на четверочку по пятибалльной, а сон вообще-то и на три балла. Потому что если вы находитесь в состоянии покоя какое-то долгое время, вы не двигаетесь, то гаджет решает, что вы просто заснули и некорректно считает время засыпания. Есть будильник. Ну, будильник есть, в принципе, у всех. Можно включить вибрацию при звонке. А вот еще есть у нас такая вот статистика. Статистика ведется по дням. Здесь вы видите уровни ваши. Да вот, наверное, и все. Больше он ничем не примечателен. Такой вот наш самый простенький, самый легенький Xiaomi Mi Band. Следующий у нас будет Bionic BS20. Скругленные края, такая какая-то большая таблетка с одной сенсорной кнопочкой. По нажатию мы видим, что здесь показывает заряд батареи и время. Дальше у нас дата, количество шагов пройденных, расстояние и количество сожженных калорий. Давайте посмотрим, как она будет выглядеть на руке. Он очень не громоздкий, такой лаконичный. И при этом на экранчике есть время, дата, чего мне не хватало очень сильно у Mi Band, так как часы я, в принципе, не особо ношу. Зарядки здесь тоже не универсальные. Как видите, здесь похожая док-станция. Возможно, они даже подходят друг к другу. Соединяется похожим образом. Подключили в USB. Время работы без подзарядки до 7 дней. Касательно степени защиты, ситуация практически такая же, как и с Mi Band, потому что это IP67. Дождь не страшен, пыль не страшна, песок на пляже тоже ему нипочем. Откроем приложение. Что интересно, оно называется Day Day Band. Здесь наша цель, время сна и характеристики по нашей активности, по калориям, по сну. На строчках тоже как бы все очень просто. Есть ваш профиль, можно взять дурацкую фотографию свою поставить, а можно и нормальную. Если потеряли, можно нажать найти фитнес-браслет, и он завибрирует. Производитель пишет о том, что можно сопрягать устройство с телефоном, и вы будете получать уведомление о звонках. Оно будет вибрировать и напоминать вам о том, что телефон стоит взять. Для того, чтобы просмотреть статистику за предыдущие дни, можно вот так просто его полистать. Шаги, я бы сказал, меряет на четверочку. Конечно, в машине, когда едете, он шаги не считает, но просто какое-то такое постукивание, и уже у вас тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-плюс шаг. Относительно сна та же самая беда, что и у Mi Band. Чуть-чуть вы замешкались, чуть-чуть вы застряли, остановились, и уже гаджет считает, что вы задремали. Возможно, это так будет у вас лету 80. Следующий у нас будет Fitbit Charge HR. Из нашего сегодняшнего топа это первые часы, которые умеют мерять пульс. Кроме часовых бумажек, здесь есть зарядка и Bluetooth dongle. Эти часы мне реально понравились. Они не громоздкие, и при этом они достаточно стильно смотрятся на руке. Для зарядки используются вот эти две клеммы. Зарядка, как видите, опять нестандартная. Эти два светодиода используются для того, чтобы мерить пульс. В принципе, это стандартная для всех фитнес-трекеров фишка. Они просвечивают ваши артерии и, короче, каким-то чудом меряют ваш пульс. Ну, реально меряют, я проверял. Какая прикольная функция есть? Если вы решите взглянуть на то, который час, вам достаточно просто поднести руку к глазам. Ну, то есть, поднять вверх. Оп! Видите? Засветилось. По нажатию кнопки у нас здесь время, шаги, пульс. Видите, я волнуюсь. Расстояние, которое вы прошли. И количество сожженных калорий. Защита стандарта IP67, то есть дождь, то есть пыль, то есть песок, но никак не водоемы. Когда вы коннектите его со своим смартфоном и вам поступает звонок, то на экране вы видите имя звонящего вам человека. Но, как оказалось, фишка в том, что отображает он только латиницу. Так вот, зачем же Bluetooth-донгл? Да все очень просто. Вы можете синхронизировать гаджет вместе с вашим компьютером. А теперь давайте посмотрим на приложение. Здесь можно заводить своих друзей, делиться какими-то своими достижениями. Количество наших шагов, сердечный ритм, пройденное расстояние, сожженные калории, вес, длительность сна, употребленные калории. Ну, здесь надо калории записывать, конечно, вручную. Он не считает, сколько вы положили себе в рот. С помощью настроек можно кастомизировать внешний вид часиков, которые отображаются. Вот есть варианты. Ну и некоторые прочие настройки. Пока я вот собираю наш Fitbit, я еще хотел сказать о точности измерений. В данном случае шагомер работает на 5 баллов. Я заметил, что он самый точный и каких-либо расхождений с реальностью не наблюдалось. В свою очередь индикатор сна, я бы сказал, работает все-таки на четверочку. Можно лучше, есть куда стремиться, но тоже, в принципе, очень достойно и неплохо. Следующими на нашу кухню выпадают смарт-браслет-часы от Sony. Называются они Sony Smart Band SWR30. Этот фитнес-трекер является, наверное, самым богато укомплектованным. Кроме самих часиков-трекера, здесь есть зарядка, ура, стандартный микро-USB. Дополнительный комплект ремешков и две специальных заглушечки. На руке выглядит прикольно, мне нравится. И достаточно такие стильные. Экран выполнен по технологии электронных чернил. За счет этого идет экономия электроэнергии очень серьезная. Здесь есть шагомер, время ходьбы, время бега, время сна. Также есть уведомления. Какая интересная штука есть в этом фитнес-трекере? Это возможность по нему разговаривать. Не просто по нему разговаривать, а разговаривать по нему с собеседником. Если вам поступает звонок, вот мы давайте сейчас попробуем вам продемонстрировать. Трекер начинает вибрировать, и можно поднять трубку и поговорить прямо, не снимая с руки. Давайте попробуем. Собственно, смс-ки тоже здесь отображаются. Пришел нам имейл. Имейл прямо здесь можно почитать, прямо на экране, и его закрыть. Так вот, работает устройство без подзарядки до трех дней. Ура, здесь IP68. Это предполагает, что можно эти часы погружать под воду на глубину до одного метра. Но, честно, я был с ними в бассейне. Я не рискнул. Также гаджет оснащен NFC-модулем, по которому вы можете законнектиться со своим смартфоном. Что интересно, для этих часов-фитнес-трекера нет приложения для iOS. То есть, если у вас Android, пользуйтесь, пожалуйста, классный, красивый лайфлог, который там анимирует все. Все здорово выглядит. Хотите iOS? Если вы ищете часы, по которым вы можете поговорить, я вас поздравляю. Вы их нашли. Наш следующий гаджет, следующий и последний, это Sony Smart Band 2. Что касается дизайна фитнес-трекера, я бы назвал это дизайном ремешка. Трекер управляется, у него есть одна кнопка и три светодиода. Зажимаем для того, чтобы включить. Пам-пам-пам. На ощущение очень приятный. Очень мягкий, он не мешает на руке, когда вы спите. В нем спать очень удобно. В принципе, я спал, я спал со всеми. Smart Band 2 оставил самые приятные впечатления. Умеет мерить пульс. Мерит пульс, он здесь есть датчик, который светит тем же зеленым прекрасным светом. Кнопочка здесь включает те или иные функции. Что касается зарядки, ура, как я говорил раньше, здесь стандартный microUSB. Вот он так просто сюда включается. Дальше, собственно, в USB и пошла зарядка. Почему? Очень удобная штука, потому что сюда вот так вот просто вставляется ремешок. И назад он уже не выходит. В режиме постоянного измерения пульса фитнес-трекер может проработать только до 10 часов. В стандартном режиме это 2 дня работы. И в режиме стамина, это когда пульсометр вообще не работает, он работает до 5 дней. Касательно уровня защиты, это IP68. То есть вы можете погружать устройство до 1 метра на глубину под воду. Теперь поговорим о приложении. И здесь мы видим измерение пульса, количество пройденных шагов, время сна и смарт-будильник. Для того, чтобы измерять вашу нагрузку и отдых, вам нужно одну ночь полностью проспать в этом фитнес-трекере со включенным пульсомером. Благодаря чему гаджет измерит ваш пульс в режиме отдыха и будет более точно измерять уровень нагрузки. В принципе, такой точности кастомизации под пользователя нет ни в одном из фитнес-трекеров, которые мы сегодня рассматривали. Здесь есть умный будильник, возможность получать уведомления о звонках, либо других каких-то событиях, которые приходят на телефон. Также можно включить уведомления о недосягаемости телефона, если фитнес-трекер теряет связь. Включение режима стамина, то есть отключение пульсомера для того, чтобы экономить заряд батареи. Для того, чтобы управлять музыкой с помощью этого гаджета, делаем следующее. Давайте запустим какую-то песню. Нажимаем на кнопочку. Индикаторы показывают, что режим управления включился. Итак, один тап – это пауза. Два тапа – это следующий трек. И три тапа – это предыдущий трек. Также в устройстве есть чип поддержки NFC, так что можно коннектиться к телефону, к смартфону, просто приложив его к задней стенке. Все, наконец-то мы прошлись по всем гаджетам. И давайте подведем теперь итоги. Первый – это Xiaomi Mi Band. Я считаю, что это самый начинающий уровень. То есть, если вы только делаете первые шаги в каких-то спортивных упражнениях и хотите следить за своей активностью. Окей, берите. Следующий. Bionic BS20. Здесь, ну он прикольный, он мне нравится. Здесь есть экранчик, не совсем точные измерения, да, но при этом там есть часики. Есть все данные о ваших измерениях на экране, можно вызвать. И, ну, приятный. Небольшой, негромоздкий, приятный. Класс. Дальше, наверное, расскажу вам про Fitbit Charge HR. Наверное, все-таки больше фитнес-трекер. Он выглядит, на мой взгляд, очень-очень сбалансировано. Здесь есть и функционал, который вам нужен. Выглядит он внешне хорошо, то есть дизайн. Очень так все сбалансировано, прям такой инь-янь. Получается, мне понравилось. Следующий у нас Sony Smart Band 2. Это самый точный гаджет, который плюс ко всему позволяет с ним еще погружаться на глубину до одного метра под воду. Плавать самый точный, самый быстрый, самый надежный. Ну, мне понравился. Не хватало только экранчика, который бы показывал еще какие-нибудь данные. И завершает нашу пятерку последний, но не худший. Это Sony Smart Band SVR30. Что касается Sony Smart Band SVR30, то это гаджет с самой богатой комплектацией. Здесь в комплекте есть дополнительный ремешок, заглушки есть. По этому гаджету можно разговаривать, не доставая свой смартфон из кармана. По нему можно читать уведомления, но он не меряет пульс. Что, в принципе, мне кажется, достаточно было бы неплохо для гаджета, который ориентирован на людей, которые занимаются спортом. Специально для вас, чтобы не потеряться во всей этой куче информации, мы подготовили сводную таблицу, где прописаны все плюсы, минусы, недостатки и преимущества каждого из гаджетов. Вы увидите ее после прощания. А также табличка будет доступна на нашем блоге blog.allo.ua. Заходите, читайте, там очень много классного и интересного контента. На этом все, с вами был Серега. Пока, YouTube. Подписывайся на канал, ставьте лайк. А сейчас будет табличка со всеми итогами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok